В Кустанай прошел 11-й международный гражданский форум. Участниками мероприятия стали члены общественных объединений и неправительственных организаций. Представители государственного аппарата, а также посольств ряда других государств. Совместно они обсудили вопросы развития гражданского общества в регионе. Подробности в репортаже моих коллег. Гражданский форум проходит два раза в год и является главным мероприятием для всех представителей НПО региона. В этом году главной темой ивента стало сотрудничество неправительственных организаций между собой. Совместной работе и установлением связи с международными общественными организациями. Для этого в Акимате области состоялась панельная диалоговая сессия. В Кустанайской области проходит традиционный гражданский форум. Он проводится один раз в два года. Его основной целью всегда является совершенствование взаимодействия государства и неправительственных организаций, государства и гражданского общества в целом. Гражданское общество у нас охватывает не только общественные объединения, общественные фонды, это еще и средства массовой информации, общественные советы и любые другие инициативные группы. Основная задача форума – выстраивание крепких отношений между неправительственными организациями, бизнесом и государственным сектором. Такое сотрудничество выражается в совместной работе над рядом социальных и благотворительных проектов. С начала года количество неправительственных организаций в регионе выросло на 30%. Сейчас в области зарегистрировано более тысячи подобных организаций. Министерство информации и общественного развития сотрудничает с различными НПО страны. В том числе мы работаем с общественными организациями Кустанайской области. В планах министерства увеличить долю неправительственного сектора, привлекать все больше молодежи для общественной работы, налаживать крепкие связи с различными НПО. Неправительственные организации – прерогатива не только города. В районах области и селах края также работают общественные организации. Сеть НПО охватывает многие районы области. В сельской местности действует 190 общественных организаций различных направлений. Ярким примером работы НПО в селе являются «Серебряные волонтёры». Эта организация появилась в Фёдоровском районе в прошлом году. Её участники – люди пожилого и пенсионного возраста. Занимаясь благоустройством района, помощью людям с инвалидностью, проводят концерты для пациентов больниц. НПО является международной экспертностью. Входит в состав международных и эвеструканских организаций. Избранные депутатами районов, городских и областных мамоседжатов. Мощный тренингский ресурс лидеров в Украине Санкт-Петербурге. Используется в проведении спусков и в нерегиональных мероприятиях. Сегодня НПО в области достаточно серьёзно заявляет о себе в решении основных социальных вопросов населения. Приведу несколько примеров. Общественное объединение, общественные поддержки граждан и инвалидов с нарушением функций охрана длительного аппарата «Мёртвая надежда», объединяющего вреда более 100 инвалидов. Они создали в городе Кустарань центр независимой жизни и преодоления. В деятельности неправительственных организаций очень важно взаимное сотрудничество. Только объединившись вместе, НПО могут прийти к результату. Новые связи выстраиваются не только региональными или республиканскими организациями, но и с коллегами из-за рубежа. К слову, участниками форума стали представители посольства Нидерландов и делегаты из других государств. Они также проявили заинтересованность в развитии сотрудничества между казахстанскими НПО и международными организациями. Также в ходе форума каждый желающий мог ознакомиться с выставкой достижений областных НПО. Здесь участники мероприятия могли увидеть ряд работ, созданных в рамках реализации различных благотворительных проектов. Многие из них были созданы для помощи людям с ограниченными возможностями, детям и другим уязвимым слоям населения.